МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире информационно-правовая программа «Де-факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Ухажеры попали в больницу, а дама отправилась за решетку. Отцу, убившему своих детей в Музыре, предъявлено обвинение. Полил траву, а сгорел дом. Акция «Мотоциклист» проходит в Гомеле. Ухажеры попали в больницу, а дама отправилась за решетку. Таков итог пьяного застолья, произошедшего в поселке юбилейный Гомельского района у минувшей выходные. Двое 30-летних парней пригласили в гости даму на дюжину лет себя старше скоротать в воскресный вечер. Внутреннее убранство в квартире и скромный стол, а точнее подоконник новостройки, не располагали к душевной беседе. Один из приятелей, уморенный алкоголем, через некоторое время удалился в комнату спать. Разговор с глазу на глаз как-то пошел не в то русло. Возникла словесная перепалка и вскоре женщина, выхватив кухонный нож, нанесла им несколько ударов обидчику. У женщины со вторым мужчиной произошел конфликт на почве распития спиртного, в результате чего она взяла нож, нанесла несколько ударов в область грудной клетки потерпевшему. На крике потерпевшего прибежал его товарищ, которому также она успела нанести один удар. Раненому мужчине все же удалось обезоружить разъяренную женщину, после чего была вызвана скорая помощь и милиция. Его товарища с множественными колото-резанными ранами, в том числе и с проникающим ранением сердца, госпитализировали в больницу. Женщина водворена в изолятор временного содержания. Согласно статье 14 и части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь, за покушение на убийство ей грозит до 15 лет лишения свободы. Жителю Мозыря, который обвиняется в убийстве собственных детей Киры и Влада, предъявлено обвинение. На днях он переведен из Мозырской районной больницы в Гомельский СИЗО. Напомним, вечером 31 января в милицию Мозыря поступил звонок от местного жителя, который сообщил об убийстве своих детей. Прибывшие по адресу правоохранители обнаружили в квартире тела 9-летней девочки и ее 17-летнего брата с признаками насильственной смерти. Как выяснилось позже, убил детей их собственный отец. По предварительной информации, парню, когда тот сидел у компьютера, мужчина нанес удар тяжелым предметом по голове и задушил. Потом таким же способом расправился и с девочкой. После этого Мозырянин приехал в квартиру, где проживала его жена. Супруги в последнее время жили раздельно и уже там попытался покончить с собой, выбросившись из окна четвертого этажа. Но остался жив. С многочисленными травмами головы, таза и позвоночника 38-летнего мужчину доставили в реанимацию местной больницы. В крови подозреваемого было обнаружено 2 промилле алкоголя. Кроме этого, диагностированы серьезные отклонения в психическом состоянии пациента. У него установлено наличие делириозного расстройства сознания. Такое состояние могло быть вызвано не только алкоголем, но полученной травмой. Как сообщила официальный представитель УСК Погомельской области Мария Кривоногова, мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух человек. От дачи показаний он отказался. Сухая и солнечная погода, порадовавшая всех нас последние дни, добавила работы спасателям. Владельцы частных домов и загородных дач дружно принялись наводить порядок на своих приусадебных участках. Некоторые из них нашли для себя легкий способ и принялись вопреки правилам пожарной безопасности выжигать прошлогоднюю сухую растительность. Один такой пожар закончился уничтожением загородной недвижимости. В понедельник днём светлогорским спасателям поступило сообщение от очевидца, что в пригороде на территории дачного кооператива «Восход» горит трава. Несмотря на то, что спасатели отреагировали на вызов оперативно, к их приезду огнём занялся небольшой дощатый дачный домик. Пожар ликвидировали, не дав огню распространиться на другие строения. Но дачный сезон у хозяев этого участка начнётся уже с уборки пепелища. Иногда кажется, что самое небольшое возгорание травы ни к чему, к кому серьезному последствиям не приводит. Но зачастую это наносит урон не только природе, но и может повлечь такие серьезные последствия, как уничтожение домов, а также всех деревень, а также нанести урон самим гражданам. Необходимо напомнить гражданам, что если вы увидели, что происходит горение сухой растительности, необходимо сначала самим попытаться затушить. Но если вы понимаете, что ваших сил здесь будет недостаточно, необходимо же сразу звонить в службу спасения по телефону 101. И необходимо объяснить спасателям, что, где и как. Только с начала этого года спасатели Гомельщины выезжали на ликвидацию травяных палов общей площадью свыше 65 гектаров в 137 раз. Огнём уничтожено одно строение, повреждена одна единица автотехники. Правилами пожарной безопасности всё же допускается контролируемое разведение костров и розжиг мангалов при наличии необходимых средств пожаротушения. Необходимо применять меры по нераспространению огня и соблюдению минимально допустимых расстояний до строений, лесопосадок и мест хранения грубых кормов. Для домов и других сгораемых сооружений это расстояние должно быть не менее 10 метров. За незаблюдение этих требований виновным грозит административная ответственность до 30 базовых величин. С чем это связано? В первую очередь с тем, что начали вот таким варварским способом с одной стороны наводить порядок на своей земле. Плюс при условиях сейчас, в общем-то, уже сухо, паводка такого не было, где-то брошенная какая-то сигарета, где-то кто-то развёл какой-то костёр и ушёл, и начинает выгорать вот эта сухая растительность. Поэтому сейчас наши все районные отделы ПЧС ориентированы на то, чтобы проводить рейды, поднимаются все комиссии по чрезвычайным ситуациям района. 27 марта ученик Романовичской средней школы Никита Пацай заметил на поле возгорания. По сухой траве пламя направлялось к жилому дому соседей. Восьмиклассник и его родители лопатами быстро перекопали землю между пожаром и строением. За мужественный поступок 14-летний парень, который, к слову, собирается стать профессиональным спасателем, получил памятные подарки и сувениры от сотрудников МЧС. Суд Светлогорского района направил дебошера из районного центра на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Резонансное ЧП с участием жителя Светлогорска произошло в ноябре 2015 года. На протяжении нескольких часов мужчина угрожал поджечь квартиру и покончить с собой. Вооружившись ножом, он также грозился заразить ВИЧ-инфекцией всех, кто попытается приблизиться. Кроме того, были попытки поджечь квартиру. Обезвредить и задержать мужчину удалось только после штурма его жилища сотрудниками отряда милиции особого назначения полка ППСМ УВД облсполкома. Мужчина обвинялся в совершении общественно опасных деяний. Решением суда Светлогорского района обвиняемый освобожден от уголовной ответственности за совершенные в состоянии невменяемости общественно опасные деяния и будет направлен на лечение в психиатрический диспансер с усиленным наблюдением. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано и опротестовано в Гомельском областном суде. С 28 марта по 6 апреля проводится комплекс мероприятий «Мотоциклист». В связи с установившимися теплыми погодными условиями на автодорогах области появилось большое количество мототранспорта, а как следствие ежедневно возрастает риск дорожно-транспортных происшествий с их участием. Только в 2015 году по вине водителей мотоциклов, мопедов и скутеров произошло 51 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 5 человек погибли и 42 были травмированы. 13 водителей управляли мотосредствами в состоянии алкогольного опьянения. В рамках профилактического мероприятия будут проведены ежедневные отработки административных участков путем проверки лиц, управляющих мопедами, скутерами, мотоциклами. При этом сотрудники милиции будут сверять соответствие регистрационных номерных знаков, идентификационных номеров с данными технических паспортов, проверять имеющиеся номера с данными базы похищенного автотранспорта, а также отработки гаражных массивов, мест массового отдыха молодежи, клубы, дискотеки, увеселительные заведения, зоны отдыха и другие. При выявлении и задержании мотоциклов без технических паспортов на них либо с вызывающими сомнения в их подлинности, а также с видеоизмененными идентификационными данными, переоборудованными без соответствующего разрешения мототехника, будет доставляться на штрафные площадки. Со стороны госинспекции будут проводиться отработки гаражных кооперативов в сельской местности на предмет выявления незарегистрированных мотоциклов, мопедов, которые в установленном порядке не прошли государственный технический осмотр, незарегистрированные, соответственно, участвуют в дорожном движении. Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Республики Беларусь отметили День образования ведомства. На территории современной Беларуси специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью появились еще во времена СССР. Приказом Министерства внутренних дел от 28 марта 1991 года была создана новая служба, сотрудники которой стали сильными противниками для представителей организованной криминальной среды. В этом году работники ведомства отвечают 25-ю годовщину со дня его образования. В этот праздничный день мне хотелось бы поздравить всех сотрудников и ветеранов подразделений по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел. Всех тех, кто посвятил свою жизнь самоотверженной борьбе с преступностью и верной службе закону. Спасибо вам за ваш труд, благодаря которому жизнь в нашей стране становится спокойнее и безопаснее. Благодаря самоотверженности сотрудников подразделений по борьбе с организованной преступностью и коррупцией удалось в значительной степени стабилизировать криминогенную обстановку в обществе. На Гомещине в конце 90-х, начале 2000-х были ликвидированы такие криминальные бандоформирования, как пожарники и морозовцы. Перекрыты каналы крупного наркотрафика, раскрыты тысячи коррупционных дел. Надлежащим образом организована работа по защите экономических интересов государства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова